Сколько месяцев татарстанцы ищут работы? Зачем пенсионеры занимают рабочие места? Каждый третий родитель считает, что подростки должны сами зарабатывать на карманные расходы. И должники по алиментам рискуют сесть в тюрьму. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас от новости экономики. Здравствуйте! Татарстан вошел в топ-5 регионов страны с самым низким уровнем безработицы. Это данные исследования РИА Новости. По итогам четвертого квартала прошлого года уровень безработицы у нас был 2,2%. В среднем по России 3,7%. На поиск работы у татарстанцев входит примерно 3,5 месяца. К слову, каждый третий родитель сегодня не прочь, чтобы его ребенок начинал зарабатывать деньги с 14 лет, как только получит паспорт. Каждый четвертый считает, что в 16 лет уже можно. Узнали аналитики портала Суперджоп. Они опросили 1600 родителей школьников и увидели, что они стали чаще голосовать за раннюю социализацию детей. Причем папы заметно чаще говорили, что на карманные расходы ребенок как можно раньше должен зарабатывать себе сам. 12% отцов считают, что в 12 лет и раньше это уже можно делать. Среди мам таких только 4%. Интересно, что с 2020 года выросло число родителей, которые считают, что ребенок должен раньше начинать зарабатывать. И заметно меньше стало тех, кто полностью готов содержать своих взрослых чат до тех пор, пока они не получат профессию. 9% в этом году против 13. Три года назад. Между тем, 77% пенсионеров хотели бы работать или хотя бы подрабатывать. Это уже данные исследования HeadHunter. Сейчас, по данным Росстата, в стране 35 миллионов пожилых. Каждый четвертый продолжает работать или подрабатывать на постоянной основе или как самозанятый. Аналитикам HeadHunter они признали, что главная причина поиска работы на пенсии – нехватка денег. 32% опрошенных постоянно на чем-то экономят, 33,5% хватает средств только на самое необходимое. И еще каждый третий пожилой сказал, что для комфортной жизни ему немного не хватает. И только 2,5% довольны своими доходами, а один из 100 опрошенных даже спокойно финансово помогает своим детям и внукам. Между тем, говорили пенсионеры, поиск работы для них – это серьезная задачка. Среди причин, которые мешают возрастным исполнителям найти работу или подработку, на первое место опрошенные вынесли предвзятое отношение к работникам старшего возраста. Так нам ответили 42% соискателей. На втором месте находится высокая конкуренция, в которой уверены 37% респондентов. Ну и третье место занимает небольшое число вакансий, подходящих таким людям. 22% считают именно так. Между тем, сегодня, отмечают эксперты, на рынке труда есть ниши, где возрастных и опытных работников ищут. Это ремонт, грузоперевозки, репетиторство, юридическая и бухгалтерская помощь. Должники по алиментам рискуют сесть в тюрьму. Новое постановление Пленуму Верховного Суда Российской Федерации вышло в конце прошлого года. Уголовная ответственность для таких должников по статье 157 Уголовного кодекса наступает в тех случаях, когда родитель имел возможность выплачивать алименты, но умышленно уклонялся от уплаты несколько месяцев. В период, когда уже вступило в силу постановление об административной ответственности, поясняют юристы. В новом постановлении есть и некоторые послабления для должников. Сейчас законодательство именно составлено так, и вот эти нововведения в Пленуме, они именно сформулированы так, что после возбуждения уголовного дела есть способы избежать уголовной ответственности и быстрее заплатить алименты. Первый, например, способ. Алименщик может полностью... Возбудили дело, он скажет, я хочу заплатить полностью сумму алиментов. Если он полностью эту сумму уплачивает, то его освобождают от уголовной ответственности. Но вовведение, которое ввел Пленум, о котором мы говорим, не сам алименщик, а кто-то, ну, друг, брат... Ну, неважно, мама, папа, бабушка, кто угодно. Они говорят, мы, например, долг у него 100 тысяч, мы хотим за него заплатить 100 тысяч. Они имеют право на это, они за него платят 100 тысяч, и опять это варианты, как избежать ответственности. И опять, значит, то есть алименщик не будет привлечен к уголовной ответственности. Добавим, что по итогам прошлого года в Татарстане на должников по алиментам составлено 2400 административных протоколов, возбуждено 1061 уголовное дело. А в пользу детей приставы взыскали с должников 750 миллионов рублей. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами и до встречи.